Пока подписан только протокол о намерениях. Сумму сделки стороны не разглашают. Генеральный директор СГК Михаил Кузнецов заявил, их главная цель – обеспечить честность сбором и справедливость распределения платежей. Они рассчитывают провести финансовое оздоровление управляющих компаний жилфондом и избежать их банкротства. Что же будет с долгами, пока остаётся неясным. Нужно детально погрузиться и понять объёмы этой задолженности и возможности-невозможности её списания. Когда это будет сделано, можно будет давать какие-то прогнозы. Мы не собираемся организовать работу так, чтобы платежи поступали в первую очередь в адрес нашей компании. Мы и планируем свою деятельность на десятилетия вперёд, и воровать мелочь по карманам – это не наш принцип. Поэтому единственное, что мы можем твёрдо обещать, это то, что те деньги, которые будут собраны, будут равномерно распределены между всеми получателями. Управление жилфондом теперь будут осуществлять новые люди. Неизвестно, что от будущего собственника поступило предложение Натальи Жавновой. Она имеет опыт в жилищно-коммунальной сфере. На текущий момент является заместителем руководителя департамента городского хозяйства Красноярска по инженерной инфраструктуре. Да, действительно, такое предложение поступило. На сегодняшний день окончательного решения не принято. По факту принятого решения средства массовой информации будут проинформированы. Тариф на жилищную услугу СГК менять не планирует, но все работы будет выполнять строго в рамках собранных денег. Если жителям захочется большего, они вправе сами проголосовать за повышение стоимости содержания жилого фонда. По словам руководства СГК, в Красноярске есть люди, готовые платить дороже за более качественный текущий ремонт или содержание двора. Что же касается коммунальных услуг, то есть тепла или воды, то в СГК считают, что проблема в их неадекватной стоимости. И по их мнению, ее нужно было бы поднять процентов на 25-30. Правда, общественники с такой позицией в корне не согласны. Я с такими домами не знаком, которые действительно готовы поднять тариф на жилищную услугу. При этом я бы отметил отдельно, что люди в жил фонде, если мы не берем самое высшее руководство, останутся те же самые. Очевидно, что и услугу они будут оказывать на том же самом уровне. Если мы говорим о коммунальной услуге, здесь принципиально должно быть решение краевого правительства, краевой власти, потому как у нас предельные индексы действительно больше со следующего года не действуют. И единственная точка регулирования, адекватная точка регулирования, это правительство Красноярского края. Эксперты говорят, не исключено, что СГК будет пытаться давить на власти города с целью поднять тарифы. Это возможны и негативные последствия сделки. Плюсы же в том, что небольшие и старые многоквартирные дома не останутся без обслуживания. Анна Московских, Павел Пателицын. Новости.